Любви Ложили про запас ее Это мы Хотели сделать главным Человека, но получили Себе снова главного человека Это мы Но ведь Свободны ты и я Не затянет нас колея Кто способен повлиять Это мы Не умеем ни по латыни Ни по гречески Зато умеем по душам говорить По-человечески Это мы Любим людей, хоть и не всегда Скажешь по лице, просто боимся Открыться, чтоб не породниться Это мы Нам кажется, страна нам должна Лучшую жизнь Но единственный, кто может За нас что-то решит Кто? Это мы Проникаемся большой идеей Принимаем ложь И вот уже в колонны Строит нас очередной вождь Это мы Друг друга голодом Морить, гноить по зонам Под это истать законы Этим заразиться можем снова Это мы Мы нашим предкам подобны И стрекать способны Неугодных и невиновных Это мы Кто не уехал Тот расстрелян был или замучен Народ, оставшийся без своих лучших Это мы Это мы Внуки те, кто забирал На допрос, на расстрел Внуки те, кто на каторге истлел Чей пропал в архиве след Это мы Могут каждому прийти И забрать даже сейчас Где-то спрятан этот шанс Под сознанием У каждого из нас Это мы Выдохнем прошлое Грудь вперед Выпрямим спины Страна людей С планами на взлет Влюбленных из земли Это мы Кто заселит наши щедрые пустые земли Кто создаст свои счастливые шумные земли Это мы Миллионы состоятельных и состоявшихся Не вторгаемся в соседние княжества Это мы Здесь найдете все и всех, кого только искали Люди здесь драгоценны и уникальны Это мы У будущего есть самый стабильный гарант Люди, которые помнят ошибки, их не повторят Это мы Россия — это больше Россия снова и снова Россия — это навсегда Россия — доброе слово Это мы Приветствую, друзья Всем огромный привет Ну умеет же, да, Каста Прям вот спеть душевно, да От Каста, да Это мы, блин Это мы Ну что, ребят Что? Мы сейчас с вами гуляем по Бытхим Точнее, по ее окрестностям Ну и, в общем, мы сейчас с вами Немножечко проедемся И сегодня я рано встал Ну, сегодня не бегал, сегодня не занимался кое-чем другим Сейчас нужно помыть автомобиль Что-то помыв автомобиль, я думал, что будет дождь И вчера не мыл, ну, хочется Потому что мне неприятно Придвигаться на автомобиле, который в меру чистый Согласен, что мы Доброе утро Приветствую, 15 минут Все понял Приветствую, приветствую Значит так, мы сейчас с вами интересно так едем Прям реально интересно едем А вы потом попробуйте угадать Ну, просто для интереса Какие из этих объектов Какие из этих объектов Не будет существовать Буквально через Через полгода Ну, так, для интереса, да? Конечно, много чего интересного в Сочи происходит Я вам серьезно говорю Как бы так Помните, да? У меня мои подписчики Уважаемые спрашивали Макс, ну ты че? Все поехали вон в ту сторону Вон в ту сторону поехали А ты почему не снимаешь апартаменты? Это же самый крутой апартаментный комплекс Который есть в РФ Не путать с российской мастурбацией Ну ты че, говорит? Ты че не поехал? Ну ты че, говорит, как не пацан? Ты че, говорит, как не пацан? Я говорю, ребят, ну не надо туда ехать Потому что там есть вопросы по земле Да ты че, какие вопросы? Это самый огромный комплекс Я говорю, ну потому что на том месте у нас было государственное учреждение Которое незаконно было приобретено Да ладно, Макс, ты просто ничего не знаешь Вон твои коллеги там все побежали Я говорю, ну побежали-то на банкеты, говорю Которые устраивают, да У нас чем хуже объект, тем хуже документы, тем лучше банкет Да нет, все ты просто не умеешь продавать А теперь раз И данный апартаментный комплекс под снос И все риэлторы запихали язык себе глубоко в задницу А может даже друг другу в задницу Ну извиняюсь, немножко простые Дома в конец не работает, по саму не балуйся И все, ребята, понимаете? Ну вот как так-то происходит? Почему опять очередной раз Максим оказывается прав? А я открою вам маленький секрет, мы сейчас еще проедем И попробуйте угадать, как минимум мы проехали сегодня три объекта Которые идут под снос Три объекта, это только на бытке А еще у нас, говорю, есть у нас целая куча апартаментов И я еще раз вам говорю Как бы вы бы не хотели, но у нас сейчас новый президент Российской Федерации, которого мы выбрали И у него другая компания, у него другая Сейчас стоит задача И по одной стороне, может быть, правильно делает Сейчас возвращается все, что было когда-то передано в частные руки Все возвращается в государственную собственность Конечно, в государственной собственности есть государственные собственности Собстви... собственно... собственно... короче Понимаете? Я все прекрасно понимаю Я все прекрасно понимаю Я помню, я все, конечно, помню Понимаете? Поэтому, ребят, можете быть уверены на 100% Если где-то там вы видели детский оздоровительный лагерь Гаденыш Или вы видели еще что-нибудь То все это будет возвращаться на круги своя И если вам 8 примеров по Сочи мало Ну, ждите у моря погоды Апартаменты однозначно в Сочи законные есть Однозначно законные есть Но их никто не продает Потому что там маленькое комиссионное заграждение Вам продают, хомячкам Только незаконное То, с чего можно заработать по самой неболусе Я даже сейчас такого видел пару Которых там разводили на пустом месте И они нереально тупые Вот как бы ты с ними общаешься И они такие Ну, просто жесть Они просто жесть Они готовы купить, к примеру, Сочи парк Под семейную ипотеку 28, точнее 29 миллионов рублей 63 квадратных метра 29 миллионов рублей Они готовы внести первый взнос 23 миллиона рублей Соответственно, 6 миллионов оставить на это И пойти еще делать ремонт Понимаете? Потому что семейная ипотека Волшебное слово Но они не готовы за 20 миллионов Купить 65 квадратных метров В лучшие локации В более лучшие локации С ремонтом, с техникой С мебелью С видом на море И так далее И все Говорят, там же семейная ипотека не проходит А я им говорю А вам зачем семейная ипотека? Вот у вас где семейная ипотека Вы первый взнос делаете 23 миллиона рублей Где семейная ипотека Первый взнос 23 миллиона А здесь вы за 20 миллионов 20 миллионов Вы покупаете себе квартиру Готовую в данном доме С ремонтом, с техникой, с мебелью У вас 3 миллиона еще остается И у вас еще не будет семейной ипотеки Так, ну как так? Нам же нужно реализовать семейную ипотеку Я говорю И поэтому вы готовы купить объект Который стоит в полтора раза дороже рынка Для того, чтобы просто вам по кайфу платить Такая девочка такая Точнее, девушка Ну да, это же Надо же семейную ипотеку реализовать Ну это жесть же просто Это просто Ну Короче, ладно, ребят Я уже не знаю Я уже То ли Как бы Остановите землю Я с нее выйду Ну это не Это Это Верх тупизма Верх идиотизма Ладно, короче Не будем мы с вами про плохие новости Да Не будем мы с вами про Про тюрьму говорить Которую вчера у нас опять взяли Да У нас Что там у нас? Куда там у нас? Да Кто у нас? Значит так Что там у нас было вчера? В заложниках погибли во время захвата ИК-19 Восемь заложников Представляете себе погибли? Обалдеть В Молгородской области Эти террористы убили четырех заключенных После штурма их нашли с пробитыми головами Со связанными руками А также троих сотрудников Ну жесть, конечно, что творится И самое интересное Что у нас Мы не учимся на своих ошибках У нас совсем недавно было Там, да В Ростове Там совсем недавно было Теперь все повторяется Сколько там? Полтора месяца прошло? Если не ошибаюсь Ну реально полтора месяца прошло Ну как так-то происходит? У нас вообще ничего не учится По заявлению ГОЗП США Сегодня ночь Ну и завтра Уждаются удары по Украине Ни фига себе Не будем должны эту тему трогать Потому что Ну мало ли что Но Факт остается фактом В Воронежской области После атаки беспилотников Началась детонация На взрыве препятствных объектов Обалдеть, да? Ладно, давайте В эти новости не будем Давайте лучше, знаете, мы в домике Все Как бы Я жопа не моя Ничего вокруг не происходит Все Нормально Мы в домике Мы в Сочи живем Нас не должно касаться Проблема Курской Воронежской области Ростовской Нас не должно волновать Мы же в домике Правильно же? Правильно Закрыл глаза и все Раз я закрыл глаза Я вас не вижу Значит вы меня тоже не видите Ладно Давайте все-таки Пробежимся по Прекрасному Городу Сочи Посмотрим, что там у нас Из новостей Ну, кстати, новости Я посмотрел сегодня с утра Да, перед тем, как готовится Я же всегда готовлюсь К новостному блоку Ну, блин, ничего хорошего Я вам серьезно говорю Ну, вот, ничего хорошего Знаете почему? Ну, потому что вот Если мы с вами посмотрим Вот каньон Белый Скалов В Сочи Спасли 25-летнюю туристку С травмой спины Как она там оказалась? Непонятно, да, зачем Более 700 грамм героина С примесями Изъяли у приезжего в Сочи Вот у нас, видите Ее со своим, да Говорит, я не доверяю Говорит, сочинским Говорит, всегда вожу все свое Короче, трэш какой-то, да На трассе Сочи Легковушка снесла фонарный столб На федеральной трассе Адлер Сочи сегодня утром Пришла серьезная авария Там иномарка на высокой скорости Снесла опору Уличного освещения Представляете себе? Но это еще не все Экскурсионный автобус Сгорел по дороге На озеро Рица Водители и туристы Количество 40 человек Успели забрать свои вещи И тихо свистом Громко пернув Смогли убегать А все почему? Ну, потому что Туда едут у нас такие Конечные автобусы Потому что Нормальные автобусы Туда не поедут В Абхазию Потому что У тебя будет нормальный автобус А может быть ненормальный Торопливого Водителя автобуса Прилипти к административной ответственности Тот, который ехал По сплошной линии Да, кстати, ребят По поводу того Что я сказал Что теперь Благодаря моим видеороликам Некоторые будут Лучше Передвигаться Чем Передвигались Это не говорит Что я буду в ГАИ Стучать и так далее Просто в ГАИ Есть девочка Которая сидит И мониторит Социальные сети Вот у них Например Мониторит ЧП Сочи Потом что-то еще Связано со Сочи Там и так далее Что-то еще Ну и теперь еще Будет мониторить Канал Максима Коломейцева И соответственно У меня же хорошая Качественная камера Да, у меня Как бы У меня там Все хорошо видно Мое почтение Ну и соответственно Все Все просто Будет мониторить И так же Просто берут И все Это не говорит Что я там специально Буду приезжать Там И как бы Давать данные Про таких-то водителей Так буду снимать Я и так постоянно снимаю Все просто будет Мониторить В том числе Мои социальные сети Если вдруг Будет за что Меня Ну как бы Поругать Меня поругают Не переживайте Вы видите Да Телефончика в руках нету Вы видите Да Телефона в руках нет Меня вообще Чуть не привлечь А телефон А телефон здесь висит Короче В Сочи Задержали туриста Разыскиванные Интерполом Более 8 лет Нифига себе Да Сказал я себе Вот так вот Короче Массовая авария Вчера Произошла У нас вчера В одной аварии Поучаствовал 6 иномарок 6 иномарок И соответственно У нас так же Поучаствовал Столб Что у нас Один как всегда Начал обгонять С правой стороны Брррр Вот так вот Все Одну Другую И все Короче 6 автомобилей Пострадали Ну само собой По предварительным данным Водитель автомобиля Ниссан Двигался с превышением скорости Ну слушайте Уже как анекдот Да звучит Автомобиль Фирмы Ниссан Да Двигался Соответственно С превышением скорости Ну как может Ниссан Двигаться с превышением скорости Это что Лада Приора Который всех порвет Или это Что у нас там БМВ Ну и конечно Не справившись С управлением Он столкнулся С попутным Тойотой Фордом А далее Продолженное движение Влился в столб Дорожное освещение От удара Конструкция упала На автомобиль Черри Кия Ну Тойоту Вот так вот Мораль на базе Такова Не превышайте Скоростной режим Не превышайте Ребят Пожалуйста Не превышайте Горак Сочи От удара молнием Загорелся лес Бывает такое Бывает Просто Загорелся лес Представляете Жесть Жесть Короче Надыхающий Утонул на пляже Сочи Как стало известно Трагедия Произошла 23 августа На пляже Восход В центральном районе Города Сочи Об этом Рассказали Очевидцы По словам Свидетелей Происшествия Кто у нас Что-то сигналит А Ребят Кто у нас Что сигналит Кстати Мы двигаемся 67 км в час Все Сейчас Правоохранительные органы Выясняют личность Мужчины И описательство Скучившись А что Ну утонул Утонул Ну кстати Там тоже было Ничего сказано Там Пьяный Не пьяный Вот как бы так Дно реки Превратилось В братскую могилу Мальки И крупная Рыба В реке Сочи Погибла От отсутствия Воды В русле И все Офигеть Представляете себе Прямо говорит На этих На Как бы На гальке Лежат рыбки Представляете себе Здесь Здесь Напротив Мари Мола В реку Сочи Происходит Какой-то Выброс Пена В огромном количестве Что-то там Бурлит И все Конечно же Снимают Ну а что Никто не хочет У нас Как бы В таком В такой ситуации У меня оказаться Согласны же Согласна Ну вот если честно Я вчера Искупался На пляже Маяк Да Блин Ну так Утром Да я купаюсь Сейчас Потому что уже Знаете Время вот Восемь утра И уже Плюс Двадцать Семь с половиной Граусов Да Кстати Я еще На мотоцикле съездил В В В прекрасное место Сейчас буду пробовать Снять Точнее Смонтировать видео Для вас Посмотрим Что из этого Получилось Ну вот как бы так Ну а мы с вами Что Мы с вами Сегодня У нас Есть Дела У нас Нужна Квартира Однокомнатная В пределах Десяти миллионов рублей Десять Одиннадцать Либо в Адлере Либо в Сочи Для отдыха Если вдруг У кого-то есть Такое срочное Предложение Можете обращаться Я с большим Довольствием Помогу Вам Быстренько Продать Вашу квартиру Это первое Второе С утра Тут проехался Посмотрел Вчера Оказывается Была злая пятница Какие там Все кривые В основном Это все девушки Кривые Косые Больные Ну само слово Перебухиные Перебухиные Вот как бы так Не без этого Ну и в общем Вот Даже Не знаю Не знаю Вчера просто Обещали дождь Мы так надеялись На этот дождик Я вам серьезно говорю Так надеялись На этот дождик Думаю Блин Думаю Дождик будет Дождик Мое почтение Дождик А в итоге Дождик это и не было Понимаете ребят Дождика и не было Но хотелось Чтобы был дождик Хотелось Чтобы Там не знаю Потому что Ну очень дождь Даже вчера На мотоцикле ехал Да Возвращался Восемь вечера Ну 30 градусов показывало Плюс 30 градусов Духота Просто жесть какая Просто Просто жесть какая духота Ну Это суровая правда Жизнь У меня Что-то по утрам Всегда болит голова Не знаю Может потому что Ночью плохо сплю Потому что Ника просыпается И хочет пообщаться И нужно Нужно же общение Представляете Если тоже взрослые люди Если бы им нужно было общение Они начинали бы Плакать И орать И изъясняться И писать Представляете себе Вот на святое место Где меня Имели гаишники Ну как имели Пытались поиметь гаишники Знаете такси сейчас приехал Ну Привез человека И Остановился Действие знака Остановка Сопрещена Смотрите да В 8 утра На людям не спится Они только успевают бегать Туда сюда Туда сюда Туда сюда Этот год конечно будет Очень страшный Знаете Мы думали что у нас Мэр города Алексей Кайбайгородский Был Такой хитро вы Ну Такое Но Как уже рассказывают Застройщики Это который Новый мэр города Он фору даст И И Кайбайгородскому И даст фору Еще и Этим ребятам Как он Даст еще фору У нас и Пахомову Я серьезно говорю Он вообще бесстрашный Если например Алексей Кайбайгородский Спустя 2 с половиной года Начал Да там Как бы Начал там С этими Заниматься Да там С Ну как Это правильно Отъем Это Отъем жилья У добросовестных Покупателей То Вот этот у нас Пашунин Да Еще даже там Два месяца не прошло Ну серьезно даже Два месяца еще не прошло И он уже Прям жестко Жестко Такое ощущение Как будто У него прям такая Огромная крыша Или купол На бессмертие Потому что На тех Ребят На которых он Заалу Ну бывает Да такое Есть выражение Ну поняли Поняли Ну нормально Понимаете же То блинский Не знаю Не знаю Может быть Это может быть Не его инициатива Может быть Ну просто Человек Который Ну Которого Поставили Но факт Остается Фактом Многие Инвестора Сейчас взводят Прям реально Взводят И Самое интересное Знаете Апарт-отель Он находится В заднице Точнее В ебенях И самое интересное У меня Есть друг Сергей А у него Есть тоже Общий друг И Как-то Он мне Присылал Информацию По данному Объекту И Спрашивал Макс Вот У меня Мой друг Хочет купить Что скажешь Я ему Сказал В цвет Что и как Ну реально Я ему Сказал В цвет Кстати Уважаемые Сотрудники ГАИ Давайте Посмотрите Пожалуйста На этот Маневр Автобуса Он выехал Сейчас на встречку И все Это грубое нарушение Ну я серьезно говорю Это грубое нарушение Да Один автобус Стал Как конченный Мудак Но вы же сами сказали Что они могут Вставать так Как им хочется Правильно Есть автобус Остановка И они могут Вставать Они не должны Прижиматься Ничего Есть просто Какой-то разум Какой-то есть И все Вы сами так сказали Да Что они могут Парковаться Как им угодно Вот например Даже не прижимается Даже не прижался Там еще место Вагон Второй автобус Его взял И просто Обогнал Через встречку Вот уважаемые Сотрудники ГАИ Я считаю Что водителя автобуса Нужно привлечь Потому что Это ненормально Тут у нас Немножко Задеваешь Вот оно Да Вот он О А давайте мы Сейчас остановимся Давайте скажем Чтобы Чтобы привлекли Хотя нет Я знаю Как мы сделаем Кто-то скажет Ты теперь будешь Всем автобусикам мстить Конечно Ребят Я теперь всем буду мстить Потому что Из-за таких Двух раздолбаев Меня чуть Не Не знаю Не лишили прав Потому что Еще раз повторюсь Автобус Вы можете Объехать Только в одном Единственном случае Да Именно объехать Как препятствие Если у автобуса Включена Аварийная сигнализация Аварийка И выставлен знак Аварийной остановки Вот в этом случае Автобус Является Препятствием Которого Можете Объехать Частошное А во всех остальных Случаях Нет Автобус может Просто приехать Просто встать На автобус Просто курить Кальян Или еще что-нибудь И все должны Будут встать Никто не имеет права Его объезжать А если будет объезжать То это сразу Все идут под лишение Прикольно Прикольно Вот такая суровая Правда жизни Ладно ребят Надо машину помыть Сейчас быстренько Ее сполосну И вчера знаете Вот вчера Где эта морская Ой Извиняю Ой Да Ну да Вонючая симфония Проезжал И там какое-то говно Было на асфальте Ну и конечно Весь мотоцикл Я Немножко И убил Весь мотоцикл Весь мотоцикл Немножечко И убил Поэтому Поэтому Сейчас В том числе Мотоцикл Нужно сполоснуть Как бы так Привет Да Хорошо Крайный сам Ну у меня Это время Только минут 30-40 Потом я поеду В аэропорт Ага А то у нас Бывает прям Долго моет Даже Даже Все короче ребят Вам всем хорошее настроение Побольше позитива С водителями автобуса Я теперь принципиально Буду бороться Потому что Они реально конченые Как бы Столько человек Подставляют Нормальных Обычных Ладно Меня не получилось Подставить Ладно Меня не получилось Подставить А так Ну просто Конченые Всем хорошее настроение Всем добра Бобра и пока Ну вы сами видели Какой маневр А потом еще будете обижаться А видео я отправлю Пока